Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru У меня на столе лежит смартфон Beeline Pro 5, который я когда-то купил в Тбилиси. В России данный смартфон так и не поступил в продажу. Мы уже сняли о нем ролик по разблокировке и также мы сняли на него обзор. А и сейчас давайте рассмотрим такую проблему, когда у нас стоит графический ключ и мы по каким-то причинам его не знаем. Если очень много раз неправильно его ввести, то смартфон начинает просить аккаунт Google, что вводит людей в еще больший ступор, особенно если смартфон настраивали в магазине, ребенок или какой-то там знакомый, которого уже больше нет. И вот у нас такая проблема, давайте рассмотрим варианты ее решения. Во времена 4-го андроида это делалось очень легко и даже без компьютера. И на этом все равно умудрялись многочисленные мастерские зарабатывать. А сейчас с выходом 5-го андроида все изменилось в довольно-таки нехорошую сторону. Дело в том, что Google придумал такую штуку, как FRP. Factory Reset Protection. То есть защита от сброса на заводские настройки. Давайте мы сейчас тоже его сбросим и посмотрим, как эта защита вообще у нас выглядит. Для этого я зажимаю кнопку громкости вниз и кнопку включения. Делаю я это одновременно. И смартфон у нас пошел включаться. Если вы все включили правильно, то у вас сверху должна появиться надпись Factory Mode. Далее нам нужно сбросить смартфон до заводских настроек. Это означает, что у нас удалятся все данные, он будет как с магазином. Для этого мы выбираем кнопками громкости вверх Clear EMMC и подтверждаем свой выбор кнопкой включения. Сейчас как раз у нас пошел сброс настроек смартфона до заводских. То есть по сути как бы у нас телефон полностью очищается. И пошла его первая загрузка. Первая загрузка она у нас будет дольше, чем обычно. Это нормально и переживать по этому поводу сильно не стоит. Давайте дождемся включения. Вот мы видим, он у нас включается. И сейчас он в любом случае потребует подключиться к интернету. Иначе дальше у нас даже мастер настройки не пойдет. То есть вот выбор Wi-Fi и кнопка далее у нас не активна. После подключения к Wi-Fi он пошел проверять сеть. И вот мы видим, что после многочисленных проверок нам говорят, что у нас настройки сброшены по умолчанию и нужно ввести Google аккаунт. Естественно, мы его не знаем. И теперь приступаем к делу. Сейчас я смартфон отключил. Далее мы на компьютере запускаем Flash Tool. Ссылку на Flash Tool я постараюсь приложить в описании. Сейчас он у нас загружается. Указываем путь к скейтер-файлу, желательно от этого процессора. Дальше здесь ничего не делаем. Переходим на вкладку формат, выбираем мануал формат Flash. Регион оставляем тем же самым. А значения выбираем, которые пишем, точнее, которые сейчас на экране. Но я их, естественно, размещу в описании к данному видео. Нажимаем на кнопку Start. После этого подключаем выключенный смартфон к компьютеру. Flash Tool у меня почему-то чуть-чуть подвис. Но все прошло хорошо. И мы видим, что у нас появилась надпись формат OK. Если у вас появился звук подключения к устройству к компьютеру, но не пошла прошивка и не выскочила никакой ошибки, то, в принципе, это нормально. Вероятно, у вас не установлены МТК-драйверы. Видеоролик по их установке есть на моем канале. Также есть описание к этому видеоролику. Достаточное количество просмотров и достаточное количество положительных комментариев у людей, у которых получилось. Ну и, естественно, есть комментарии от людей, у которых не получилось. Можете отписаться также под роликом, если они у вас не стояли, получилось у вас или нет. Ссылку на этот ролик я также приложу к описанию. Сейчас мы отключаем телефоны от компьютера И давайте его теперь попробуем включить и посмотреть, будет ли он у нас просить уже этот самый аккаунт Google. Ну вот, мы видим, появился мастер первоначальной настройки. И, как вы видите, сейчас уже мастер задает нам другие вопросы. И при добавлении аккаунта Google у нас теперь активно кнопка пропустить, поэтому мы сейчас для ускорения съемки видеоролика это дело все пропустим. И мы видим, что он у нас включается и уже не просит никаких графических ключей. И, в общем-то, и все довольно быстро. Справились. Предлагаю вам посмотреть еще видеоролики по данному смартфону. А если вам интересна тема брендированных бюджетных смартфонов дешевых, то это отличный повод подписаться на канал, так как я занимаюсь съемкой именно таких видеороликов. Ну и, в общем-то, и все. С вами был Антон, один из администраторов 3ginfo.ru. До скорых встреч!